меня зовут регина и это мой венецианский карнавал сегодня 1 апреля цветочки у него уже блекнут это еще магазинные цветочки и я его пересаживаю он у меня стоял какое-то время на в карантине на подоконнике на лоджии и за это время вот у него проклюнулись корешочки вот они растущие кончики вот вот кончик растет здесь вот на этой стороне но я пересаживаю не из-за того что у него корни пустились в рост а просто из-за того что у меня сегодня появилось время а так в принципе он мог бы как многие другие орхидеечки еще долго стоять в этом карантине поливала я его все это время через поддон вот в это оранжевое блюдечко наливала воды и вот он ее выпивал так снимаю держатель для цветоноса пока что сам цветонос не удаляю он не может понадобиться для фиксации орхидеечки а там уже уже по обстоятельствам буду уже смотреть оставить это нос или не оставить ну вот тут вот корешочки вот эти вот конечно их придется срезать здесь жалко вот этот толстенький корешочек но все равно я его срежу потому что он все равно вы здесь вот уже сгнил этот корешочек точно также здесь сгнил и их подлез подрежу чтобы они не мешали мне достать орхидеечку из горшочка ну тут совсем чуть-чуть пусть ни у кого сердце крови не обливается из-за этого тут вы кстати вот корешочек растет надеюсь не очень темно на экране пока я ее достаю из горшочка напомню еще раз про свой канал дублер на яндекс дзене и на группу вконтакте про орхидеечки и фиалочки подписывайтесь вступайте на всякий случай кто еще этого не сделал я не знаю что будет с ютубом на момент выхода этого видео понятия не имею ну на всякий случай подписывайтесь так 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 сидит она в коре кора довольно хорошего качества и я в ее же субстрат ее и посажу орхидеечку кстати ну немножечко вот почищу от этого страшненького мха торфейной стаканчик на попке насекомых никаких не вижу грибниц тоже не вижу тут стаканчик пластиковый а он слез вот вот со всеми бы так вот стаканчик у всех вот так вот вылезала просто чик и все так корешочки как попка вроде как ну да они конечно держатся на ниточках вот эти вот корешочки которые были прям в торфяном стаканчике но так целенький так листочки вот эти нижние самые нижние ювенильные я конечно удалю это я люблю делать корни очень хорошие очень кстати эту орхидеечку мне выбирала моя зрительница потому что тот довоз орхидей я не успела это орхидеечку меня из леруа и вот там была моя зрительница и она это замечательное растение мне выбрала так и корешочки я подрежу минимально прям вот эти вот вот порченые кончики вот вот ну я и так корешочки подрезаю минимально кто бы что не говорил кто бы что не писал я отрезаю только гнилые корни только просто многие предпочитают оставить все корни и гнилые и здоровые и тяжи и не тяжи в общем все что висит на орхидеи все это оставляют ну это выбор каждого мой выбор делать так как делаю я никого не заставляю я как некоторые не говорю что только так правильно как считаете сами правильно так и делаете я делюсь своим методом очаровательный корешочек проклюнулся боковую сечка вот перчатки мне большие да я знаю я в курсе так ну все все вот вот все что я отрезала она бы самого упала и листочки вот листочки я буду удалять эти самые мелкие ювенильные листья они не нужны они уже начинают желтеть уже и не дают посадить орхидеечку потому что корешочки уже растут выше уровня этих листьев они свое уже отслужили вот эти вот листья вот этот лист сам отошел и этот листик уберу все все убрала вот сейчас пока покажу листья которые я убрала вот вот эти листья вот эти листья свое уже отработали все и сейчас я ее буду вот так сажать и тут вот какой очаровательный корешочек на стволике проснулся знаете что я сделал с цветоносиком я его подрежу вот здесь какая-то вот у нее почечка вот видите проклюнулась вот она вот у моего большого пальца не знаю замрет она не замрет может уже замерла не знаю ну вот я отрежу вот здесь вот потому что это цветение уже никакой ценности не представляет не хочу я что она чтобы она доращивала сейчас тратила силы до доращивания этого цветоноса вот она почитает нужным если вот здесь вот боковушечкой то дальше будет расти растить а сейчас пусть вот пока растут корешочки вот думаю посадить ее в собственный горшочек или все-таки взять горшочек чуть чуть побольше так то в принципе он ей уже впритык можно взять и побольше горшочек сейчас я присмотрю что-нибудь я взяла в горшочек буквально на размер побольше сделала в нем дырочки дренажные отверстия и прям по самому низу сделала отверстие чтобы не было лишнего застой влаги на некоторых редких это требуется на некоторых нет у меня не вере не требуется у меня но так как здесь я буду использовать все-таки ее собственный субстрат а он довольно влагоемкий я пока сделала здесь вот по низу вот эти вот выручки на всякий случай вообще мне хотелось бы конечно горшочек поглубже не то чтобы пошире а поглубже потому что получается что вот она впритык здесь сидит и уже корни новые корни будут лезть наружу вот видите да но так как у меня нет такого горшочка сейчас под рукой придется уже обходиться тем что есть ну ладно ничего страшного так вниз я закину несколько кусочков крупного керамзита закидываю уже после того как поместила эту орхидеечку потому что корневая хорошая и если я сначала закину дренаж а потом уже буду сажать сюда орхидейка тогда она будет сидеть на на дренаже и будет уровень попки будет еще выше чем уровень горшочка края горшочка пересадка у меня целый плейлист если вы смотрите это видео на ютубе ссылочка на него в подсказках это видео тоже будет в этом плейлисте вообще у меня много плейлистов на ютубе так что видео найти очень удобно если вам нужно необходимо именно какое-то определенное видео на определенную тематику и немножечко я накидаю вниз свежей коры потому что она просто крупной фракцией ну это как в продолжении дренажа она и крупной фракцией и пока еще не впитывает так что она будет помогать сдержать баланс между переувлажнением и пересушкой ну и сейчас буду перемешку засыпать корой ее собственной кора и моя кора ее кору я никак дополнительно не обрабатывала то есть что есть вся микрофлора все что есть все оно так и остается еще немножко керамзита для большей воздушности но конечно первый полив будет все равно с фитоспорином потому что все таки тут вот свежая кора тоже имеется поэтому свежую кору кстати я не помню по моему я эту кору кстати не обработала забыла забыла термически обработать между прочим ну хорошо что я это это не страшно но все таки хорошо что я в перемешку с ее корой делаю это кора во первых обогатиться ее микрофлорой ну и во вторых конечно обязательно с фитоспорином я это все пролью чтобы никакой плесени никаких вот грибков грибниц которые вот возникают иногда у меня есть паре архидеечках архидеечек я в какой-то пересадке показываю что грибница образовалась но в той пересадке там кора по моему была обработана это вот сейчас вот у меня новая партия нарезаны нарезана вот ее я по-моему не обрабатывала да бывает не страшно не криминально если вдруг у кого-то возник вопрос как я борюсь с грибницей что с ней бороться ее все равно не победить нет ее можно победить если подсушить растение несколько раз она погибает потому что грибнице нужна влажность именно вот во влажности грибница возникает она любит влажность и когда грибница погибает она становится коричневый цвет так здоровенькая грибница она беленькая белые кругленькие точечки а погибшая она уже коричневеет желтеет коричневеет и если она погибает о погибает о хорошо если не погибла и очень сильно разрослась тогда я только пересаживаю орхидею тут уже ничего не сделаешь проливая не проливая кто бы что не говорил тут только кардинальная пересадка это она может оставаться на корнях растения и в новом субстрате она не исключено что у нас снова начнется снова ее субстрат так какие-то корешочки остались все таки снаружи вот как я и думала как я и видела у меня много мха он уже сухой но его я спокойно размачиваю укладываю на корешочки если есть необходимость на эти корешочки тоже можно размочить этот мог и уложить так ну все наверно пока пока что вот она со стороны вот корешочки видны и растущие кончики видно что внизу хороший дренаж получился субстрат он ее влажный корешочки слегка слегка важные и поэтому поливать я буду ее не раньше чем завтра на следующий день ну а цветоносик вот не стала дополнительно держатель для цветоноса втыкать сегодня 2 апреля и на следующий день после пересадки это растение выглядит вот так субстрат у него подсох подсох так довольно прилично вот то что я вижу сквозь стенки горшочка в таком вот он меня большом зеленом кашпо моего любимого цвета и поливаю я его с фитоспорином так фитоспорин как я развожу фитоспорин я все время говорю что у меня это есть у меня есть видео об этом на канале на youtube канале на youtube канале ссылочка на него всплывет в подсказках а на дзене я постараюсь его тоже выложить как-нибудь отдельно корешочки я не укрыла забыла надо надо собраться укрыть корешочки пока помню ладно пусть пока постоит ну так как у него субстрат довольно влагоемкий свой то я думаю что он уже в скором времени напитается в принципе через пару часиков пару часиков ему будет достаточно можно и подольше подержать тут тут есть и свежая кора ну пару часиков будет достаточно я через часик два подойдет к нему проверю на тяжесть и посмотрю доставать его уже из воды сливать воду или еще подержать ну и в этом же видео я покажу его дальнейшую адаптацию сегодня 1 августа прошли 4 месяца после пересадки этого растения и к сожалению показать мне нечего потому что несколько недель назад это растение надо было мне снять еще несколько недель назад когда он буквально за сутки весь пожелтел от ствола и все и распался на части не знаю что ему не понравилось вроде рос хорошо рос и даже корешочки пошли в рост ну вот какая-то какая-то гниль зародилась в стволике я обрезала как могла остался прям совсем крошечный кусочек стволика но как вы видите корни усыхают от ствола прям от ствола значит вся болячка была именно вот в самом внутри организма этого растения не корни начали гнить а вот именно стволик и все корешочки листочки от стволика ну ничего я надеялась что будет деточка но нет деточки не будет потому что тут всего-то раз два три пять корешочков три из них уже вот видите уже от стволика гниют и с этими двумя корешочками будет та же история которые пока еще не стали гнить но они они и сами так на ниточках держится я думаю что придется уже выбросить его всякое случается не без этого ну что ж не судьба мне пока иметь венецианский карнавал но надеюсь в будущем он у меня все-таки появится а какое было хорошее растение растение было потрясающе хорошенькое здоровенькое корешочки у него были отличные ну вот бывает бывает всякое можно потерять растение на второй день после покупки и через три месяца и через три года после покупки живой организм ничего тут не поделаешь это все всегда неожиданно всегда вот так вот вроде смотришь хорошее крепкое растение и бац оно все желтое ну ладно сильно печалиться не буду ничего зато освободилось место все буду на этом заканчивать свое сегодняшнее видео ну я надеюсь все равно оно было кому нибудь полезным интересным посмотреть корешочки процесс пересадки вообще побывать в моей компании просто спасибо вам всем огромное за ваше внимание за то что вам приятно моя компания за ваши комментарии лайки дизлайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал в дзене ссылочки все и на мою группу про орхидеички вконтакте есть в описании под видео и всем пока до новых встреч от SURP. до новых встреч